Исполнилось 80 лет со дня пуска первой доменной печи Магнитогорского металлургического комбината. 1 февраля 1932 года считается днем рождения предприятия. Закладка первой доменной печи Магнитогорского металлургического комбината состоялась 1 июля 1930 года, через три месяца после подписания договора с американской фирмой Макки на проектные работы. Строители написали, на 13-м году существования советской власти с всего числа 14 тысяч рабочих на постройке Магнитогорского металлургического комбината «Гиганта» произвели закладку первой домной Магнитогорска. Вместе с первым кубометром бетона этот торжественный акт был положен в основание домной. 1931 год, 1 января, на строительстве домной номер один проведен день ударника. Бригада плотников, 32 человека, объявив соревнования всем сменам и бригадам, призвала заработанные деньги перечислить в фонд индустриализации. 1 февраля начался монтаж домной номер один. В разгаре штурма на домнах и кауперах повисли люльки, изобретенные инженером Тимофеевым. Это нехитрое устройство помогло ускорить клепку брони агрегата. Люди стремились доказать, что они независимы от спецов, которые в ту пору были на магнитке. 10 февраля начальником магнитостроя назначен Яков Семенович Гугель, первый директор Магнитогорского металлургического комбината. В марте 1931 года прибывает большая группа доменщиков-эксплуатационников. С заводов Донбасса возвращаются инженеры-доменщики, проходившие там стажировку. Выходит первый номер газеты «За металл» орган партийной, профсоюзной и комсомольской организации доменного цеха. 1 июля доменной печи номер один присвоено имя третьей райпарп-конференции магнитостроя. Заканчивается проектирование цеха. С апреля 30 по июль 31 было выполнено 3000 чертежей. 1 августа началась огнеупорная кладка. Впервые применен метод двухъярусной кладки кирпича. Одновременно с кладкой горна и заплечников ведется кладка стен шахты, начиная с опорного кольца. Этот метод впоследствии использовался на строительстве других домен. 15 октября закончены монтажные работы по домне номер один. Весь монтаж длился 196 дней. Подсчитано, что в 1930-31 году каждый третий рабочий страны принимал участие в строительстве магнитки. Заказы на оборудование для магнитостроя были размещены на 150 заводах. 1932 год, 22 января. Нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе телеграфировал в Магнитогорск. Пуск первой очереди разрешаем. Желаю вам успехов и победы. Ждем первого чугуна в день открытия 17 парт-конференции. 31 января. День пуска. Домный номер один. И на следующий день, когда пошел первый чугун, магнитогорцы дежурили у печи. Стоял 40-градусный мороз. На литейной площадке на горячих путях собрались тысячи людей. Они развели костры и грелись у этих костров. Они не уходили домой, потому что каждому хотелось собственными глазами увидеть, как будет выдан первый чугун. На 17-й конференции ВКПБ Калинин зачитал телеграмму, пришедшую из магнитки Москва. 17-й партийной конференции 1 февраля в 9 часов 30 минут вечера получен первый чугун магнитогорской домной номер один. Первый ковш магнитогорского чугуна весил около 34 тонн. Таковы факты истории создания гиганта черной металлургии магнитогорского металлургического комбината. 1 февраля 2012 года на 10-й доменной печи состоялся митинг и выдача чугуна в честь юбилея доменного цеха и металлургического комбината. Через 80 лет 1 февраля 2012 года тоже было морозно, немногим теплее, чем в 1932 году, и было также празднично, торжественно и многолюдно. Собрались представители нескольких поколений доменщиков, в том числе и те, кто принимал эстафету первопроходцев, и те, кто только овладевают огненной профессией. Уважаемые коллеги, сегодня особенный день. Ровно 80 лет назад, в такой же холодный день, 1 февраля 1932 года, началась славная история магнитогорского металлургического комбината. Началась новая эпоха в истории отечественной металлургии. Эти 80 лет были годами славных трудовых побед, годами поступательного развития, годами самоотверженного труда. К своему 80-летию Магнитогорский металлургический комбинат подходит обновленным, оснащенным по последнему слову отраслевой науки и техники. Но главное наше богатство – это коллектив магнитки, это люди магнитки, это традиции магнитки, это дух магнитки. Это вы писали славные страницы в истории Магнитогорского металлургического комбината, в истории нашего города, в истории нашей страны. Это вы построили магнитку, это вы сделали ее молодой в 80 лет. Я благодарю вас за сопротивленный труд, я поздравляю вас с юбилеем, я желаю вам новых трудовых успехов, я желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, праздников. От всей души поздравляю с 80-летием, со дня рождения доминого цеха. Началась летопись Магнитогорского металлургического комбината. Пожелаю всем крепкого здоровья Магнитогорскому металлургическому комбинату, стабильности в работе. С праздником вас! Я хочу вам сказать, спасибо нашим ветеранам, которые завозили все традиции, которые в настоящее время возвращают жизнь в наше поколение. Хотел бы поздравить весь коллектив доминого цеха с этим юбилеем, поздравить грех по здоровью, счастью и успеху. Участникам юбилейной выдачи чугуна повязывают почетные красные ленты, смена заступает на рабочие места. Коллектив бригады 10-й доминой печи, завоевавший это право в трудовом соревновании, производит выдачу юбилейного чугуна Магнитогорского металлургического комбината. И на рабочие места в этот торжественный момент вместе с нынешними доминщиками заступают ветераны, свидетели и созидатели славной истории доминого цеха. Торжественной плавкой в домином цехе Магнитогорский металлургический комбинат отметил свой 80-летний юбилей, подтверждая преемственность поколений и связь времен, неувядающую славу человека труда, созидательную силу индустриальной основы страны. После выплавки юбилейного чугуна состоялось открытие музея доминого цеха. Ветеран-доминщик, герой социалистического труда Евгений Стоянкин представил свою книгу, выпущенную к юбилею. Книга – итог наблюдений за отрезком истории длиною более чем в полвека. Она о доминщиках, о людях, создававших историю индустриализации страны. Книжка у меня сегодня вышла, моя, вот, доминчики называется. Я продолжу, как приехал сюда, 60-го года я сотрудничал с редакцией газеты Магнитогорский металл. И вот мне Александр Попов, Сашка, ой, Павлов, вот, слушай, говорит, Жень, у тебя столько материалов накопилось, давай мы замахнемся на эту, на книжку к 80-летию. Я говорю, а как это? Ну, помогу. Ну, вот с его подачи, как бы, но его сейчас, к сожалению, нет, царство ему небесное. Вот, и мне я к Дремову обратился, к Рухмалёву обратился, ну и процесс пошёл. Но к сегодняшнему дню они выпустили, там была презентация, не успевал только кому подписывать, все расхватали. Накануне и в день юбилея в цехах и подразделениях комбината проходили торжественные сменно-встречные собрания, чествовали лучших работников и ветеранов. Центральным событием таких праздничных мероприятий стал вечер во Дворце культуры металлургов имени Сергея Орджоникидзе, на котором за праздничным столом собрались люди, олицетворяющие целую эпоху в истории Магнитогорского металлургического комбината. Они принимали эстафету первостроителей и передали её нынешнему поколению. Поздравляли ветеранов, руководителей комбината и города. Председатель Совета директоров Виктор Рашников рассказал о том, что удалось сделать на комбинате за последние 10 лет, в период между двумя юбилеями, 70- и 80-летним. Ровно посередине этого отрезка, к 75-летию, комбинат восстановил и превысил советский рекорд по объёмам производства, выдав 12 миллионов 200 тысяч тонн товарной металлопродукции. За этот период мы на доменных плечах, на пяти доменных плечах поменяли конусную загрузку, сделали БЗУ. На автофабриках, на 2-й и 3-й сделали полную коренной реконструкцию по всем автомашинам, сделали участки стабилизации. В соревновательном производстве в 2006 году мы запустили электростартовый цех мощностью 4 миллиона, который 2 миллиона делает сортовую продукцию для сортового цеха, и 2 миллиона делает листовой продукцией. Ну и львиную долю инвестиций было посвящено строительстве прокатного передела. За этот период, в 2002 году, был запущен двухплетевой реверсивный стан на здании. В пятом листопрокатном цехе была сделана его полностью реконструкция. Поменяли кислоту в пятом листопрокатном цехе, сделали реконструкцию травильного отделения. За этот период, в 2004 году и в 2002 году, в 2008 году мы запустили по агрегату циркования, каждой мощностью по 450. В 2004 году и в 2009 году два агрегата примерных покрытия построили. Значит, сортовой цех полностью заменили тоже в 2005-2006 годах, поставили 300 мощностью 2 миллиона тонн. Ну и главные проекты, которые были осуществлены, это в 2009 году мы запустили 7 известных станок 5000. Это не только один стан, это весь комплекс, начиная и от подготовки в стали, комплексная подготовка в стали, и машина, например, взрывки, вот уже шестая, очень много, и сам стан. И в 2011 году, то есть в том году мы запустили в первую очередь стальной 2000, продукция, которая предназначена для автомобильной промышленности. И в этом году запускаем ее в вторую очередь. Я считаю, что неплохой такой набор агрегатов, мощных проектов, которые мы сделали за вот этот период. Я не назвал более мелкие машины, агрегаты, доводки, щепечки, ковши. И за этот период организацию было вложено порядка 180 миллиардов рублей, что составляет чуть более 6 миллиардов долларов только за этот период. Я понимаю, что вы этими проектами большинством, так сказать, владеете, но, тем не менее, хотелось бы еще раз подчеркнуть. А сейчас, уважаемые ветераны, разрешите мне зачитать поздравления председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимира Владимировича Путина. Уважаемые друзья, поздравляю вас со знаменательной датой 80-летия Матогорского металлургического комбината. С 1 февраля 30-го года запуска первой доменной печи ведет отсчет своих трудовых, а порой и героических будней легендарная магнитка. В ее истории немало ярких, избаваемых страниц, примеров, истинного мужества и независимой силы духа строителей и работников комбината. И поэтому, не уверяя вашему прославленному предприятию, это знаменательное событие для всей страны. Сегодня Мунгар уверенно развивается, осуществляет крупные инвестиционные проекты и прочно удерживает позиции признанного флагом отечественной черной металлургии. Здесь эффективно реализуется богатейший технологический кадровый потенциал, воплощаются в жизнь масштабные социальные программы. И, конечно, на магнитке с огромным уважением относятся к замечательным, проверенным временем и профессиональным традициям. Желаем вам успеха, здоровья и благополучия. Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин. Большое спасибо вашему поколению за ту школу, которую вы нам дали, когда мы работали под вашим руководством, либо с кем-то у кого-то рядом. Большое вам спасибо за то, что вы нас научили, терпели нас, убежали, убежали, убежали нас такими, какие у меня есть. Спасибо вам за то, что вы сделали для города. И мы поздравляем сегодня вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов. А город постарается вас не повезти. Первое февраля день рождения комбината и день рождения доминого цеха. Юбилейный год начался раньше, ведь многие подразделения Магнитогорского металлургического комбината были пущены раньше доминной печи, другие позже их юбилеи еще предстоят. Как предстоят еще и главные торжества, которые состоятся в профессиональный праздник металлогии. В год юбилея Магнитогорский металлургический комбинат готовит подарки, которые послужат нашему индустриальному городу, нашей стране. С пуском первой доминой печи Советский Союз стал полноправной индустриальной державой. И с тех пор Магнитогорские металлурги с честью служат своей стране, приумножая заслуженную славу флагмана черной металлургии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова